Сделать чуть-чуть, как мне право, это что-то там, нельзя? Да, 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 сейчас. Спасибо. Так, ну я сейчас... Ну я сейчас быстренько расскажу, я передам Элине. Создалась структура. То есть, что здесь... Какая структура вообще? У нас есть стори. То есть, в стори у нас есть сценарии. Мы их пишем вот таким вот... Сейчас. Мы их пишем прямо словами. То есть, мы... Видно, да, дальше? Мы пишем словами, да? Given... Ну вот на то предложение, что сделал Сергей, мы его будем тестировать. Given main page is opened. User кликает нажать новый контакт. Дальше заполняет поля с титлом testUser, email такой-то и там phoneNumber тоже цифры. Дальше сэдмитит эту форму. После этого user... Ну, я допишу. После этого мы проверим, что вот титл, тот, что мы указали здесь, то есть тестUser, что тестUser создался на главной странице. По структуре здесь у нас есть вот стори, в которых хранятся все сценарии вот в таком вот формате. Дальше есть степы. Ну, здесь дефолтные какие-то степы, которые подрузились. Я их удалю, напишу свои. То есть, given when then, то есть, я каждый вот этот вот шаг, который я пишу словами, я его описываю здесь, ну, немножко там более кодом расписываю. То есть, я здесь юзаю методы. То есть, здесь описывается, собственно, сам шаг, а дальше степ, который будет юзаться для выполнения этого шага. Сами степы дальше описываются здесь. То есть, здесь уже идет больше реализации. Здесь может быть на один степ несколько шагов. И самое глубокое, это будет описание страницы. То есть, по сути, у нас четыре прослойки. Первое, это вот формат человекоподобный. Второе, это описание given when then степов. Третье, это хранение всех степов. И описание четвертой, это описание страницы. То есть, у нас есть страница, мы ее будем описывать как объект. Вот мы возьмем вот эту вот страницу и будем ее описывать в классе. И каждый элемент этой страницы будем описывать в классе. То есть, в классе мы опишем, что у нас есть контакты, ссылка, create ссылка. Дальше мы опишем методы, напишем в этом классе, которые будут иметь возможность доставать или там дальше edit делать, delete делать, проверять вот эти вот неймы на сайте на этом. То есть, самое последнее, это будет описание page-objects, то есть, описание вот этих вот страниц, которые есть. Что я сейчас буду делать? Вот я story как бы набросал, теперь мне нужно эту всю реализацию сделать под эту story. То есть, я пишу каждый шаг и реализацию под каждый этот шаг. Вот, после этого вернемся опять и я расскажу, что я сделал. Сейчас, я думаю, можно ее и нет. Продолжим. Я начала описывать птицы. Так, я вернусь в чек-листок. Чек-листок, чек-лист на данный момент у меня закончен. Я сюда добавила все кобалы. То есть, нам придется только проставлять. Дальше мне необходимо будет его шарик. На данный момент он доступен только мне. Я поставлю, нехорошо так делать, конечно, но я поставлю сейчас ему паблик доступ, для того, чтобы потом передать он долг. Вот, я так меняю. Дальше, сюда же я в этот же документ дописываю, начинаю писать в кейсе. Сейчас я сделаю немного побольше. Все равно, наверное, там поеду, да? Я выбрала для себя такой формат, то есть, приоритет и самый редисточекшен за expected result, то есть, обычный формат тест-кейса. Пока поставила паспайл, то есть, мы пока не указываем здесь конфигурацию. И пока прописываю для себя каркас тест-кейсов, которые у нас были. То есть, первое у нас прошло то, что у нас view вообще, форма контакта. Значит, это на создание контакта, то есть, вот эта функциональность, которая этноправна. Значит, на просмотр контакта, дальше на валидацию полей, потом пошли всевозможные комбинации. То есть, возможность создания контакта с required полями, невозможность создания контакта без того, что без заполнения всех required полей, и так далее. Дальше я буду описывать, соответственно, тест-функшен. Так, ну, давайте найдем view of the connotations. У меня уже осталось в панеч. Дальше, press, как там было все же, create contact, да? Или просто create, да? Просто create. Press create. Так, собственно, в данном случае у нас шаги закончились. То есть, перед нами открыта форма, а здесь у нас уже ожидаемые результаты. Значит, форма. И дальше можно перечислить, что там форма contains. Там какие поля она будет содержать. Вот, и так далее. Все это я сейчас дальше буду здесь описывать. А, ну, да. Вижу, сейчас поправлю. Вот, все это дальше здесь буду описывать. Передаю слово. Слово, наверное, по-моему. Может, мне передать, а не переключусь. Вот, мы уже получили первые данные. Сервера отображаем их в списочке, в виде карточки. Да, тут, конечно. Ладно, карточка должна быть, как карточка гугловая. Но тут не видно. В общем, прямоугольник с этим, запруглёнными краями и тенью. Да, на ней отображаем всю информацию. Табличка. Тут иконка. Тут имя должно быть сейчас немножко стить. Может, как-то стилизируем это добро. Вот, и теперь вы видите, загрузилась свежая дама и исчезает куртилка. Так, ну, пока что, наверное, все. Как мы этого добились? Давайте пять секунд. Так. Чего-чего-чего? Ага. Почему в первый раз не грузились? Потому что вы видите имена, надеюсь, нет, не видно, да? О, вот это буквы. Видите, большой буквы написаны. Потому что в .NET'е property с большой буквы пишется. У всех в языках с маленькой буквы начинается. Да, вот видите, вот это отличие. Ну, пришлось для того, чтобы ДТО-шки сказать, что стерилизуемое имя у неё чуть другое. Вот, в принципе, это код-стайл можно было и в другом месте сдать, но ладно, в смысле будет. И на данном этапе всё. Следующий этап, который мы будем делать, это избавиться от вот этого вот падинга сверху. Видите, половинку перекрывать, хотим сверху, чтобы начинался список. Вот, немножко подправить здесь отображение полей. Возможно, скрыть того, чего нет. Давай тут шрифт изменить, ну, а картиночку, это пока что placeholder. И посмотри, почему картиночка не загрузилась, потому что у серёжки, по-моему, должны быть другие картиночки. А ты доходку не возвращаешь placeholder? Я не знаю. Сейчас делаю. Главное, надо. Вот. Ну и всё. И перейдём к форме создания контакта. Нет, всё. Нет, всё. Нет, всё равно? Да. А фоточку можно заливать? Фоточку заливать, тогда ещё не всё. Давай. Мы уже тебе клей. Сейчас сделаем. Переключим? Ну, нет. Кто-то рассказывает следующее. Я чисто же так. Я просто шкодил. Да. Поломаю всё время, стерёль. Антон? У меня пока ещё, наверное, нечего сказать. Ну, а с тобой. То есть я вот каждый шаг сейчас, написал, вот здесь он создал метод, и сейчас буду делать реализацию дальше. Окей. А у нас стоит составы. Значит, что мы делаем дальше? У нас карточка. Ну, я попробую найти карту, да, там, материю, дизайн, да? Попробую найти ещё что-нибудь полезное, если уходим, то, что у нас обычно есть. Да, ну, карточка вот так. Сейчас попробуем. Ну, карточка выглядит... Видно, вот, да? Да. Вот, вот как-то приблизительно так. Смотрим, да? Если у нас выглядит всё это карточкой, значит, должны быть кнопки редактирования, удаления, там, я не знаю, давайте на карточку разместим их, да? Сделаем что-нибудь подобное, как здесь. То есть нам осталось добавить две кнопочки красивенькие, да, и всё будет хорошо. Поехали в карточку. Значит, карточка у нас здесь, здесь, здесь. Вы видите, да? Вот это тулзы, которые я выставил в фон, да? Но фона здесь, в общем, ужасного нет. Всё хорошо с ним, потому что тулзы, только во время разработки. Так, значит, тут грит закончился. Значит, у нас это данные, ему нужно напишничек присвоить, да? Да, дата бюри какой-нибудь. А здесь под дата бюрида мы сделаем linear layout, match, grab. Он будет, ориентация у него горизонтальная, мы будем туда ссетить парочку кнопочек, да? И, значит, теперь мы хотим... Есть два варианта реализации этого, того, что мы увидели, да? Либо это текстов, который будет кликабельным, либо это кнопка без фона. Почему текст немножко не подходит, да, текстьюшка? Потому что у кнопки уже дефолтный стиль есть, у нее есть дефолтный размер, и она очень хороша в этом роде. Значит, текст у нас сделаем, первый текст это edit, да? Текст зашивать в самом layout нехорошо, поэтому это подсказывает даже вот идея, да? Android Studio, а вы жёлтенькие... У вас, конечно, не видно, да? Жёлтенькие подсвечки, варглинг, да, говорит, давай-ка вынести нам. Опять же, тулы надо использовать, знать, мы будем просто экстра, и всё, в btm их ставим. И теперь вы видите, что мы используем ресурсы, всё, варглинг пропал, всё хорошо у нас. Дальше у нас следующее, это btm delete, да? Теперь мы можем пойти в просмотрщик, посмотреть, видим, кнопки запрыгнули никуда, куда надо. Почему? Потому что, ради этого layout, нам надо сказать, что мы чуть-чуть ниже находимся, чем дата жребничка. Вот, теперь мы хлобыс, и нет там сверху. А, потому что, да, потому что я богу, это сверху, да? Чё мы ещё не говорим? Вот, теперь мы белок, единственное ещё бы нам... Видите, фон у нас есть такой некрасивый, нам он не нужен, background превращаем. Background, ну, говорит, что избавиться от фона. Наверное, какой-то можно маргин дать слева. Очень хорошие маргины тоже, на самом деле. Видите, опять очередной фейл, она говорит, давай в Dimension выплёвывай. Вот, к сожалению, мне предлагают быстро извлечь. Чего не жена. Ладно, посмотрим позже. Вот, теперь у нас background 1. Здесь это выглядит некрасиво, а вот здесь будет неплохо. Да, и карточка наша съехала вообще... Вот, карточка у неё, что с ней не так? Да, да, у неё пропал паддинги слева-справа. Куда паддинги мы? Маргин дать, маргин дать. Паддинги добавим. А, вот видите, да, кнопочки уже как бы появились. Вроде выглядят неплохо, цвета не хватает, им надо создать цвет. Идём и создаём... Нет, папочку callus создать, да? В ней создаём селектор. В ней селектор создаём, это мы говорим, как btn, текст, кого-то. Вот, селектор, что значит селектор? Можно сразу сделать, чтобы цвет менялся от состояния. Нажатая, не нажатая. Как определяется, тут просто state pressed. Pressed state, говорим да. И у нас есть немножко color. Color, тут будет primary. А, тут есть, да, primary, primary, primary. Давайте посмотрим наши калоры. Что у нас за дефанено? А вот primary color за дефанено. Почему он не поскал, непонятно. Color, и тут есть у нас, что-то подсказывает странное. Вот color accent. И теперь идём обратно сюда. И с этим ему новый текстовой. Текст color, color, www, car, vpn, текстовой. Отлично. Запускаем. Половак, видите, регулирует не надо. Так, падим в половак, и надо добавить. Так, падим в нам. Давайте посмотрим, что-нибудь. Это наше вертикальное, вертикальное. С правой и слева добавим что-нибудь так больше. Здесь падим, не падим. Здесь можно уменьшить падим. Видите, слева достаточно большое. А здесь вот тут разно добавить. Значит, мы добавим. Падим. Добавили падим. Запустили, досмотрите. Лейп-блан. Что мы делаем с лейблами? Если мы хотим, если нам нескольким элементам нужен один и тот же стиль, вы можете его выкинуть в стиле и объявить нам. Item, текст, стайл. Мы хотим дать к лейблам пол. Свойство. Идём сюда. Теперь каждый лейбл присваиваем стайл. И, естественно, лодки. Слушаем. Добавляем, выделяем. Так, так, так. Всё. Смотрим на результат предыдущего степа. Что-то у нас поменялось. Тут давались падинги. Тут лучше как-то не стало. Надо ещё добавлять в падинах. Д-д-д-д-д-рэм падингов тут. Ну, вроде бы как есть, но не добавляем. Так, здесь. Сейчас перезапустится. Увидим, что с лейблами произойдёт. И как на их. Я думаю, что мы немножко падинга именем. Падинга, то, значит, падинга сделала 4дп. 4дп в сумме сверху и снизу получится падинга по 8. Так, видите, они стали тёмненькие. Если кому-то надо передать слово, то говорите. И сейчас мы их немножко раздвинем внизу на выс. Навысь. Уже им полегче. Вот. Всё. Выровняно. Можно дать немножко падинга ещё справа. Ну, и здесь всё равно что-то плохо. Можно попробовать изменить этот адрор на текст view, потому что любой элемент, он кликабельный. В общем, неважно, кнопка это не кнопка, может быть просто текст. Единственное, что текстюшке нужно задавать минимальный размер, потому что по гайдлайнам минимальный размер должен быть 48дп. То есть, что такое дп? Дп – это не пиксели. В зависимости от разных девайсов, у вас этот дп, да, как он сказал, density пиксель называется, да? То есть, в зависимости от вашего разрешения, да, экрана и размера, у вас этот скейл индекс может быть разным. То есть, один пиксель на одном телефоне – это один к одному, на другом – 1,5, один к двум, один к трем, и вроде бы один к трем, и ещё есть один к четырем. Но это уже супер классно. Вот, поэтому, чтобы так разработчик не заморачивался, да, он не думает в пикселях, он думает в дп, в density пикселях. У него в уме крутится картинка один к одному, то есть, какой-то, да, экран. Дальше, если у вас все пропорции соблюдены, никакой вы ереси не пишете, то у вас оно будет нормально скейлиться и масштабироваться на любой экран. Значит, минимальную ширину, высоту ставим ему 48 dp, чтобы можно было попасть по текстовой бьюшке, да, и сказать, что это а-ля кнопочка. Вот, так, поехали, вытравниваем, то есть, батон, оу, мангл, а, ну да, мангл, лэвт. Единственное, что тоже сохраняйте всегда, когда пишете, сохраняйте какой-то свой стиль, то есть, айвшничек сверху, потом стиль, потом ширина, высота, какие-то все, что отвечает за ширину, высоту, вот столько, а дальше все остальное. Тоже помогает, в общем, когда ваш код потом читают, достаточно стиль, когда вы стиль сохраняете, то есть, разработчики меняются, да, а код как будто писал один и тот же разработчик. Почему? Потому что иногда заказчик берет потом на ревью код и смотрит, говорит, пацаны, а сколько человек писал о код? Мы говорим, один. Он говорит, не похоже, что-то везде стиль разный. Вот, ну а человек тоже тут так, там всяк, и получается, что стиль разный. Заказчик кажется, что писал, наверное, количество обезьянок. Так, значит, вы видите, да, что произошло с текстюшкой? Высота у нее изменилась, но текст прилеплен к верну. Надо помечать, за центровку текста отвечаем править, и мы говорим, что сделаем по центру. Так само мы хотим, наверное, немножко изменить, видите, он стал тоненький. И, значит, есть такая штука как text appearance. То есть text appearance – это поведение текста. Что вот эта штучка значит? Атрибуты, да. В каждой теме, которая предоставляется, как у application есть, кроме стиля, еще и тема. В теме описано что-то глобальное, а в каждом мелком стиле уже маленький стиль для каждого элемента. Вот в теме задыхали какие-то атрибуты. То есть вы в теме можете сказать, что все, что юзает text appearance бит, оно будет вот такое, то есть reference на какой-то другой стиль. И вот таким образом мы обращаемся к этой штуке. Вот мы пишем text appearance, у него есть large нету, тут какие-то штуки есть, small popup, large popup. Ну давайте large popup попробуем, чего же будет. А тема, вот видите, вот она сверху описана, вот это APPSM, это тема. Тут, в общем, мы вот этот APPSLarge можем передефинить в теме и все приложение его подхватит. Вот, ну увеличилось достаточно неплохо. Теперь мы говорим, что нам хотелось бы дать паддингов чуть-чуть вокруг кнопочки, потому что она так узковатая. Значит, слева-справа добавляем паддинги, не знаю, там 16. Тут все любят степени двойки. 4, 8, 16 вперед. Можно что-то кратное, там, не знаю, восьми часто используем. Что с ним сделать? Самый хороший, это center crop. Есть такая штука, то есть он вырежет квадрат, сохраняя пропорции, но вырежет его из центра. То есть так. Да, и мы видим, что name что-то с именем совсем плохо у нас. Где имя, имя, имя. Мы хотим, чтобы оно было, имя по высоте, было такое же, ну как, по центру, допустим, над картиночкой, да? Или нет? Им не хотим. Давайте что-нибудь ему, большой text size поставим, чтобы оно было вокруг. Так само лучше все через стили делать. Почему через стили? Потому что иногда вы потом захотите, ваше приложение, захотите поменять дизайн. Чтобы не лазить по всему приложению, вы в одном месте поменяли, и все случилось. Почему это вам иногда нужно, да? Вы выклали приложение, пользователи женского голоса захотели, чтобы приложение было розовенькое. И имели возможность переключить его. Вы быстренько стили перебросили и получили розовенькое. Или вы создали какое-то приложение-конструктор, которое может купить несколько заказчиков, но каждый заказчик хочет изменить цветовую схему, картинку, да? Бренд, брендировать приложение. Ну это тоже точно таким же способом делается. Так, текстайл, пандинг, диксток, это у нас бленд. Мы хотим справа-слева дать ему файлингом. Да, ох, тут какая-то, да. И мы хотим балдом, и хотим текстайз, наверное, ему увеличить. Мы хотим текстайз. Что касается текстайза, опять никаких пикселей. Есть SP, Scale Pixel. Почему нет DP? В телефоне видели в настроечках изменить размер трехта? А там ползунок такой. Вот DP не зависит от этого ползунка, а SP зависит от него. То есть если вам комфортнее с крупным шрифтом, вот SP, когда вы там поменяли, оно опять будет умножаться на какой-то коэффициент. Чем больше, тем коэффициент меньше. Тем ползунок вы влево ведете, тем коэффициент меньше. И эти 18 SP могут превратиться и в 18 пикселей, и в 12 пикселей в зависимости от хотелки юзера. Как есть. Вот. Теперь применяем вставил сюда и получаем. Мы смотрим. Сейчас. Имулятор, имулятор, имулятор. Мы сделали отступ, но видите, он маловатый. Давайте докрутим до вот этой с красивой картиночкой. Вот, красивые картиночки пошли. Отступ есть, но у меня карса маленький. Картиночка, видите, квадратная стала, центра вырезается. Что еще надо добавить? Тут, как сама, перепрыгиваем. Выставим, давайте, 8, 8. И посмотрим, чего еще будет делать. Вот с кнопками совсем какая-то ремонта получается. Надо их подрезать. Подрежется это. Лишний маргин дает вот эту вот вырезаемую емкость. Потому что у карточки есть свой оттон, и у кнопки есть оттон. Они сложились, и получилось некрасиво. И все равно как-то не очень. Как-то не очень. Почему маргин тот, ну вот этот? А, потому что для дури. Да, маргин, это маргин между карточками. Видите, уменьшился внутри карточки. Это падение. Может, этот падение мешает? Да, это какое-то может быть. Вы сидите, работаете, 7 часов вечера, да, голова уже работает 9. Да, вам нужно сделать. Во, уже получше. Но падинг, 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 падинг вы оставите чуть-чуть. И мы делаем, тут есть карп, падинг. Давайте ее срезаем. Это половинка. Вот, ну еще не нравится, что моргают картинки, да, картинки моргают. Почему они моргают? Потому что, где наш application, в application мы юзаем Пикассо, в Пикассо мы не сказали, кто у нее placeholder, да. То есть, что такое placeholder? Пока это чудо грузит вашу картиночку, нужно сказать, чтобы она что-то показывала. Мы говорим placeholder, и говорим, что placeholder будет и ресурсом для были, у нас тут есть avatar placeholder. Отлично. Так, что у нас, 7? Время? 7. Да? Еще 30 минут. А потом лучше. Вот, так бывает. Вы пообещали что-то сделать, не успеваете, и надо потом как-то отмазывать, что мы не успеваем. А заказчик ждет, он пообещал другим людям, что вот мы сегодня успеем. Вот. Но потом приходится говорить, ну, уже начали, сколько тут? Еще чуть-чуть. Вот, вчера еще чуть-чуть, закончилось 12 ночей. Так, ищем наш grid, да, ну, что мы видим? Вот здесь тоже не хватает явно паддинга, точнее маргина, да, margin. И мы его давали. Где grid наш, мы говорим, что это где-то сверху. Margin top, говорим чуть-чуть отступить. Смотрим. Вот, ну и сейчас мы скроем ненужные айтенки. То, что пусто. Как скрыть то, что пусто. Естественно, нам нужно поменять invisibility. Где наши invisibility? Давайте это уберем, уберем, уберем. Каждая наша строчка состоит из двух частей. Это label, да, и сама evage. Поэтому нам нужно найти найти label. Label, да, дальше опять. На самом деле, вот то, что есть сейчас вот textview label, да, в общем-то нам особо не важно, поэтому давайте не надо уточнять, что такое label. Потому что ваш label сегодня textview, а завтра новая хотелка очередная, хочу криптограмму, да, и что-то вам не переписывать, тут textview на что-то, ну, view, да, какая разница, это image или textview. Всегда нужно использовать как можно более абстрактный, как можно более высокий уровень иерархии, да, вот view самый высокий. Если вам не надо знать, что это textview конкретно, да, если вы там не меняете цвет текста, не сетите текст, а вам достаточно просто спрятать, показать, можно использовать view. Это вам достаточно. И этому правилу нужно следовать все датки. И вот здесь все превращается в более-менее в фон, где-то фон, где-то. Вот видите, уже никакого кастинга нету, да, вот, и мы начинаем группировать label с ее фейлинг. Копипаст вам помогает, но иногда и ломает дром еще больше, нежели выбору камень написания, иногда приходится потом фиксить на много больше. тут у нас мобайл, давай, 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 давай. Так, мобайл label и email осталось. А, вот еще email, я тут начинаю лень брать, начинаю копировать. email label и address label. Теперь мы хотим прятать по парам, да, прячем по парам, как бы писать как-то раз, ну, не охота. Значит, что мы пишем? Мы пишем метод, который у нас будет, выделим эту функциональность метода, да, setText, назовем ее, значит, ему передается view label, текст view, текст view, value, value, сам string, да, текст, и мы говорим условие, что если текст пустой, значит, пора бы спрятать. Чтобы проверить на пустоту, есть утилита, текст view, да, дальше панель, labels, visibility, view, вот, данный, да, это спрятать, visible показать, иначе, вот тут у нас visible, visible, и далее нужно положить наш текст, брать лишнее, и поехали использовать, почему static, да, потому что он не зависит от номера, утильный просто метод, и теперь погнали будем делать, куда нам нужно, нам нужно процетить текст, font label, font, да, и вот эту штуку, из курсона, работать, заработать, теперь начинаем экспериментировать, запятают, запятают, дальше, 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 иди запятая, да, и поехали, label, и с этим, ну, тут видите, вебинар продолжался более-менее нормально, поэтому можно, нужно походе пасть, и вход completion на common analysis, все, все работает, работают, ошибок нет, поехали проверять, все, все, что-то скидываем, все, 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 сейчас я покажу, куда денутся наши label, и потом приступим к реализации функционала, наверное, delete, хотя бы что-то, потому что edit не успеем, наверное, сейчас сделаем delete, а потом create, вы видите, да, пропало, ненужное, все вроде хорошо, а не плохо, все, переключаем, я писал, все ждите, что нам нужны будут, то есть, main page is opened, дальше user кликает, заполняет формулу, и садмитит, и проверяет, что это есть на странице, этот контакт появился на странице, я с текста вытаскиваю это все как параметры, стринговая, перейду дальше в метод, то есть, ребята, нужно было увеличить, здесь, я указываю, что это, то есть, здесь уже в этих степах, я указываю на какой-то странице, то есть open main page, это main page, шаги, дальше шаги делаются на, контакт пейдж, дальше опять мы возвращаемся на мейл, и проверяем, и, например, вот, если взять контакт пейдж, я описываю элементы, которые мы будем использовать, то есть, я беру первые три инпута, это title input, email input, и phone input, то есть, мы только их будем запомнить, поскольку это обязательные поля, и описываю кнопку submit, это локаторы, по которым мы можем найти, это, в принципе, firebug, в Firefox, и ставится, здесь, можно, видеть в HTML дереву, прописывать на него, локаторы, по которым может достучаться к элементам, дальше, здесь же есть, вот метод, который делает, реализацию, то есть, я указываю, что в title я вставляю, тот title, который мне передался с текста, и также сам email, и телефон, следующий шаг, submit эту форму, так же само у меня с main page, в main page я указываю, во-первых, я указываю ссылку, то есть, чтобы знать, куда переходить, чтобы тесты знали, куда идти, они будут открывать эту ссылку, непосредственно, откроется браузер, откроется, перейдет по этой ссылке, дальше, когда откроется страница, он дождется, чтобы загрузился контакт-лист, то есть, перед тем, как какие-то действия делать, здесь, на этой странице у нас есть, я писал элементы, ну, контакт-лист, которого он ждет, и create new контакт-баттон, то есть, кнопку, которая вот сверху у нас, и еще внизу писал немножко другим способом, потому что я здесь буду, тоже это локатор, только я сюда, поскольку передаю ему title, который я буду искать, делаю стрим-формат, здесь нельзя его использовать в эгоэлемент, то есть, я вот здесь еще find call, и проверяю, что вот такой элемент есть, ну, вот, как это все реализовано, я сейчас я дописываю, и я это продемонстрирую, я написала не по традиции, я написала, если на валютацию с различными группами, символами и так далее, с введением максимального, попыткой ввести больше, чем максимум символов, ввода, и символов, понятно, по техникам тест-дизайна, дальше с возможностью ввода, там только телефона, одного из телефонов, то есть проверка на файл, пил, и, так, на невозможность, проверка на валютацию, вот, пишу дальше, значит, собственно, мы получили уже, сережку, ссылочку на рабочее приложение, мы теперь можем ее протестировать, его, собственно, вот, как выглядит наше приложение, но это нейтрально, так, значит, мы теперь идем по чек-листу, наша задача сделать, в первую очередь, мод, значит, вот у нас, мы тестируем, в форме, в хоумпейдж, в хоумпейдж у нас открылась, тест у нас пройдет, идем дальше, так, что мы там делаем дальше, надо проверить листу контакта, и добавление контакта, собственно, листу контакта у нас представлено на главной страничке, то есть это у нас также проходит, теперь мы проверяем добавление контакта, добавление контакта с обязательными файлами, да, где-то так, по-разному это ней, да, и какой-то из телефонов, мы должны здесь, да, сохраняем, контакт успешно сохраняем, подчеркнуть, да, куда мы знаем, что все контакты, шесть в базе, отобразились, в идеале, конечно, нам надо пойти в базу, и посмотреть, как там оно у нас соединяется, точнее еще вопрос, смол к тестингу, только позитивной тестингу, то есть мы проверяем, на куда это будет заполнить, не обязательно, не обязательно, смол, в данном случае у меня, а, я, 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 один из негативных тестов, поверхностный тест, то, что мы не можем добавить, как раз, значит, смотрите, что у нас есть, вот, так, что у нас есть, это у нас родина, добавление контакта, так, здесь, то, что мы как раз, так, что мы сделали, это у нас родина, так, дальше, теперь просто нажимаем save, ничего не, не создается, то есть кейс у нас, в данном случае, будет fail, так, и с полями, которые у нас не являются, у нас есть поляные, и мы вроде как у нас не являются, контакт у нас не сохранился, ну, как бы, да, то есть желательно было бы показать валидацию, потому что у нас должны быть поля, которые должны быть обязательно заполнены, так, значит, этот кейс у нас тоже fail, редактирование контакта, дальше, берем нашу контакт, делаем save, отредактирование, здесь у нас test closing, так, и удаление контакта, и удаление контакта, контакт удалим, здесь мы сразу же получили статистику наших, здесь мы должны завести вали, здесь мы сразу получили статистику автоматически, также мы можем добавить граф, который будет нам показывать, как, собственно, у нас прошло наше тестирование, мы выберем какой-нибудь, добавим чай, чуть выберем, скажу так, поэтому, Продолжение следует... 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 Продолжение следует...